Вот, не получается заряд, не получается стабильной подготовки, и из-за этого вот возникает проблема. Клубный волейбольный сезон постепенно выходит на финишную прямую. Уже через полтора месяца мы с вами узнаем имена чемпиона и призера в Суперлиге. Поэтому каждый из оставшихся матчей лишь увеличивается в ценности. 21 февраля волейболистки «Динамо Акбарс» проведут домашний матч чемпионата страны против красноярского «Енисея», на который мы приглашаем вас в центр волейбола в 17 часов по московскому времени. Такое двоякое ощущение, потому что все равно вроде игр много осталось, потому что были перенесенные, которые еще не сыграны, но в то же время ты понимаешь, что уже конец февраля, и осталось играть действительно месяц. И в шоке, что это все так быстро пролетело, потому что казалось, что недавно ты еще вернулся с Лиги чемпионов с Италии, причем, а тут уже март. Поэтому постепенно, то есть, ну все равно с каждой игрой это больше удивление, что осталось совсем мало. Чемпионат подходит к концу, решающие игры впереди, мы готовимся, стараемся подвести команду в оптимальном боевом состоянии. Сейчас у нас есть несколько игр, чтобы отточить наше взаимодействие. Подготовка идет, есть план какой-то работы, и все равно мы готовимся к этим играм как раз. Волейболистки «Казанского Динамо» продолжают борьбу за победу в регулярном чемпионате с московскими одноклубницами. На прошлой неделе команда «Решата» Гелезудинова одержала важную гостевую победу над обескровленным калининградским локомотивом, тем самым практически гарантировав себе место не ниже второго. Во-первых, все равно ты не знал, какой состав на тебя выйдет, то есть в какой они форме, и когда узнали, что выйдет максимально боевой состав, то есть стартовый все равно, и все легионерки, и настрой был запределен. Тем более у нас были такие домашние игры с Минском, немножечко такие, с большим количеством своих ошибок, и мы очень хотели это исправить. И то, что получилось в Калининграде, безумно порадовало, то есть от этого, наверное, радость победы такая вдвойне приятная, потому что очень хорошая игра по качеству была вот именно там своя. Хорошо сыграли, самое сложное, наверное, было это подготовка. Треновались, много треновались, много готовились, разбирали много. Девчонки молодцы выполнили. Хорошо подача полетела, по сути, все упростило нам. А у локомотива не справились они с приемом, сразу стало сложнее, с краю атаковать на высоком блоке всем командам непросто. Важность победы в регулярке понятна. Победитель получает первоочередное право провести домашний финал шести, который состоится с 29 марта по 3 апреля. И не будем забывать, что Динамовское дерби второго круга между Казанью и Москвой было отложено в январе и, соответственно, еще должно состояться. С Москвой еще, по-моему, нет даты конкретной. После 9 марта ориентировочная, наверное, будет эта игра. Ну, конечно, хотелось бы занять регулярный чемпионат в первом месте, и там уже будем готовиться к финалу. На самом деле это очень сильно показал предыдущий сезон, когда важность места определилась просто в конечном моменте. То есть, я думаю, все равно стремление к победам в каждой игре – это то, зачем ты приходишь в этот клуб. Поэтому, я думаю, все победы важны, и мы к этому и стремимся. Что касается Енисея, то команда Сергея Голотова играет сериями. Обладая неплохим подбором игроков, клуб из Красноярска до Нового года выиграл всего лишь две игры из 16. Но в 2021-м вас спрял и выдал серию из шести побед подряд над прямыми конкурентами, занимая на сегодняшний день лишь девятую строчку в таблице и не гарантировав себе место в плей-офф. Да и оставшийся календарь Енисея – Динамо Акбарс, Локомотив и Уралочка наверняка заставят волейболисток из Красноярска оглядываться на результаты матчей прямых конкурентов. Любопытно, что в составе Енисея целая группа волейболисток, выступавших за Казанское Динамо. Мария Фролова, Анастасия Самойленко, Ирина Филиштинская, а также супруга старшего тренера казанской команды Сергея Сикачева – Евгения. У нас ближайшая игра с Красноярском, то есть кого из игроков вы ждете больше всего? Конечно же, свою любимую супругу. Теща приедет. Теща будет сына воспитывать. У нас после Красноярска – Липецк. Вы какую игру больше ждете, Липецк или с Красноярском? Ну домой тоже хочется к родителям съездить. Команды, которые ниже в турнирной таблице, на лидеров настраивают всегда максимально запредельно. Игры всегда максимально собраны, сконцентрированы, то есть с самоотдачей и огромным желанием выиграть. Поэтому в такие моменты, наверное, важно тоже внимание к своей игре, к минимуму ошибок, к концентрации. И поэтому это приводит уже к победам дальше. Встреча между Казанским «Динамо» и Красноярским «Енисеем» состоится 21 февраля в 17 часов по московскому времени. Мы будем очень рады видеть вас в центре волейбола. А если вдруг такой возможности нет, то прямую трансляцию этого матча вы сможете увидеть на интернет-портале tvstart.ru Подписывайся на «Динамо ТВ».